Здравствуйте! Вы смотрите программу «Туризм» и я, Виктория Гормашова, приветствую вас! Курорты Черноморского побережья Краснодарского края включают в себя районы Сочи, Анапы, Туапсе и Гленджика. Все местные санатории известны своими минеральными источниками и лечебными грязями. Чтобы поправить свое здоровье, на курорты ежегодно приезжают тысячи россиян. Давайте сейчас вместе со мной отправимся в наиболее популярные места отдыха и лечения российских граждан. Сочи является самым крупным российским курортом. Мягкий климат влажных субтропиков с большим количеством солнечных дней, целебный приморский воздух и пышная экзотическая растительность оказывают благоприятное воздействие на здоровье отдыхающих. Санаторий «Русь» – респектабельный курортный комплекс, принадлежит управлению делами президента Российской Федерации. Однако приобрести путевку в этот санаторий может любой желающий. Расположен комплекс в центре курортной столицы России, на самом берегу Черного моря. Всего в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала, морского порта и в получасе от аэропорта Адлер. Корпуса санатория утопают в зелени вечно зеленого субтропического парка площадью более 20 гектаров. Парк не просто красив, он еще и целебен. Кипарисы и магнолии, олеадры и уникальная флора из 500 видов растений создают здесь особый целебный микроклимат. Атмосфера изысканности и комфорта элитной здравницы окружит вас с самого первого дня пребывания. Главный корпус санатория – здание дворцового типа. Сооружен в лучших традициях сталинского неоклассицизма. Был построен в 1954 году. Его площадь более 15 тысяч квадратных метров. В главном корпусе была произведена полная реконструкция. Отныне здание соответствует международным стандартам пятизвездочного отеля. Находясь внутри, вас поразит высота колонных залов, царственный мрамор лестниц и холлов, уютная и вместе с тем торжественная роскошь атриума в классическом итальянском стиле. Вообще, на территории санатория «Русь» имеются три спальных корпуса, восемь современных вилл и два бунгала. Главный корпус очень близко расположен к морю. Спускаясь к нему, вы проходите изящные позолоченные фонтаны. У них фотографируются все отдыхающие. Перед взором открывается величественная анфилада гигантской мраморной лестницы, которая спускается к Черному морю. Перед вами открывается фантастическая панорама окружающей местности. На территории имеются три бассейна с пресной и морской водой. Также есть оздоровительный центр с уникальной лечебной базой и СПА-процедурами. Стоимость на размещение в сутки от 10 тысяч рублей человека и выше, в зависимости от сезона. Конечно, в таком окружении роскоши чувствовать себя избранным вполне естественно. Отдых на курорте «Лазаревская» в частном секторе, мини-гостиницах или в пансионатах значительно дешевле. Лазаревская – один из популярных курортов Черного моря. Это возможность выбора доступного жилья, развлечений, экскурсий и прочих потребностей современного туриста, желающего превратить свой отпуск в нечто незабываемое. Курорт издомно считается одной из крупнейших черноморских здравниц. Причем характерной особенностью оздоровительного направления отдыха в Лазаревском является то, что показания к нему самые широкие. Санаторий удален от шумных магистралей, укрыт парком, воздух наполнен запахами моря, кипарисов и цветущих растений дендрария, которые переходят в лесопарковую зону Сочинского национального парка с теренкуром. Так называется дозированная ходьба по специально организованным маршрутам. Это дозированные по расстоянию, времени и углу наклона пешие восхождения – метод лечебной тренировки, который улучшает функции сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и других заболеваний. А если проще, это метод лечения дозированной ходьбой по специально организованным маршрутам. Человек гуляет, дышит воздухом, насыщенным аэроионами, любуется природой, а в это время идет тренинг мышечной и дыхательной систем. Пансионаты и санатории оснащены самой современной аппаратурой и используют передовые технологии в своей работе. Сочетание горного воздуха, чистого моря, ласкового солнца с лечебными процедурами позволяет пациентам даже с тяжелой формой заболевания добиваться значительных успехов в укреплении здоровья. Здесь широко используют мануальную терапию, массаж ручной и аппаратный. Имеется современное оборудование, в том числе и кабинет кислородотерапии. Кислород способен не только снять усталость, укрепить иммунитет, но и повысить работоспособность, замедлить процессы старения, улучшить состояние и внешний вид кожи. Все это – источники здоровья и долголетия. В поселке Ольгинка Топсинского района можно отдохнуть в пансионатах по доступным ценам – от 1000 рублей на человека. Море здесь тоже черное и пляж галечный. Кстати, ходить по гальке полезно для профилактики и лечения плоскостопия и не только. Известно, что все внутренние органы имеют проекцию на стопах ног. Людям, подверженным частым ангинам, бронхитам и страдающим головными болями, рекомендуется ходить по мокрым камням как можно чаще. Будет замечательно, если вы и осенью продолжите целительные процедуры. Собранные на пляже камешки можно выложить в ванной, налив на дно холодной воды. Но пока вы отдыхаете, наслаждайтесь солнечными ваннами и прогулками по натуральному галечному пляжу. Если вам наскучило лежать на одном месте, арендуйте яхту и отправляйтесь в открытое море на прогулку. Свежий и одированный морской воздух очень полезен для легких. Аренда яхты на час обойдется в 3000 рублей. Вообще, здесь можно взять на прокат акваланги, гидроциклы, катера, прокатиться на банане и полетать на парашюте. Перед вами откроются красивые прибрежные пейзажи и скалы. Всю эту красоту вдвойне приятно созерцать, испив бокал хорошего краснодарского вина, который предлагают на прогулке. По желанию, можно подплыть к берегу и на время остановиться на диком пляже, где меньше народа. Однако сегодня уже не найти места на берегу, где нет людей. Вернувшись с морской прогулки, конечно, хочется отдохнуть. Гостиничный комплекс пансионата в курортном поселке Ольгинка расположен в 100 метрах от пляжа и состоит из трехэтажного комфортабельного корпуса, а также современных коттеджей. В территории пансионата ухожено аллеи цветники пальмы, стандартные номера с видом на горы. В каждом номере имеется телевизор, кондиционер, холодильник, душ и туалет. В стоимость входит проживание, питание, заказное меню, открытый бассейн на территории пансионата. Лечение оплачивается дополнительно из расчета 350 рублей в день человека. Квалифицированный персонал окажет медицинскую помощь, проведет оздоровительные и лечебные процедуры. Здесь лечат заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой и нервной системы, опорно-двигательного аппарата и болезней кожи. Одним словом, на курортах Краснодарского края имеется множество мест, где можно отдохнуть на любой вкус и кошелек с пользой для здоровья. Забронировать места в санаториях Черноморского побережья России можно на сайтах туристических компаний, которые предлагают размещение на курортах. Однако лучше всего это делать в проверенных турфирмах, которые давно работают и зарекомендовали себя с положительной стороны. КОНЕЦ КОНЕЦ